За лучший пиар миллион тенге. Беспрецедентную акцию в Казахстане закатила главная партия Нуратан. Сорвать огромный куш сможет любой казахстанец, кто ярко, красочно и ёмко сможет рассказать о бесчисленных заслугах пропрезидентской политической организации. Хвалить партийные дела Ельбасы Назарбаева разрешено в виде статьи или очерка в форматах интервью социального расследования, радио или телепередачи. И в качестве намёка, а точнее в помощь начинающим брозаписцам несколько приоритетных программ Нуратана. Борьба с коррупцией, обеспечение защиты прав и свобод граждан и, конечно, грандиозные планы на будущее, выраженные в новой стратегии «Казахстан-2050». Нуратан – партия будущего. Фактически Нуратан воплощает в себе в своём названии родину одного человека. Марсутан. И не стоит воспринимать всерьёз слова Джессарала Куанны Шалина. Правительство Казахстана называет его опальным политиком. Нуратан – партия реальных дел. И совершенно не важно, что благополучие государства писано вилами по воде. Главное – верить, всё будет хорошо. Может, к 2020 году или к 2030, но к 50-му-то обязательно. Точная дата – это же мелочи по сравнению с глобальным будущим процветанием. К слову, будущее – любимое время приспешников Назарбаева. Даже слоган партии гласит «Созидай будущее». А на сайте nuratan.kz над светлой надписью красуется и сам гарант стабильности и процветания страны Нурсултан Назарбаев. Нуратан – заболел лучевой болезнью. Нур – это луч, лучезарный. И заразил всю страну. Сейчас куда не ступишь, везде нур. Нур-нур. То есть эпидемия такая пошла. И всё это говорит о том, что Нур-нур – это вовсе не народная и вовсе не демократическая партия. И она не должна, вообще-то, воплощать в себе нашу родину. Нет, не слушайте вы лауреата премии «Свобода» Джессарала Куанышалина, приговорённого, кстати, в 2006 году к двум годам тюремного заключения за оскорбление чести и достоинства бессменного лидера нации. Как он, негодник, посмел замахнуться на самый святой символ процветающего Казахстана. Ведь Нур-султан Абишевич, как известно, страстно бдит, чтобы любое проявление коррупции пресекалось, а каждый казахстанец чувствовал себя свободным. И качество жизни граждан стремительно росло. Эффективность государственного управления Нур-на-тан очевидна. Государственные органы должны служить интересам каждого казахстанца, а государственный аппарат – быть компактным и высокоэффективным. Все звенья государственного аппарата и уровня власти должны быть ориентированы на измеримый, прозрачный и понятный для общества результат. Каждый вложенный тенге должен прямо пропорционально отражаться на улучшении качества жизни казахстанцев. Громко, солидно, всеобъемлюще, но совершенно непонятно. Да это и не важно. Главное – упомянуть национальную валюту, которая, несомненно, подпитает благосостояние абсолютно каждого казахстанца. Правда, пока все в точности, да наоборот. Но сейчас и нехваленый 30-й год. Терпение, господа, терпение. Однако уже сейчас любимое всеми «Нуратан» дает шанс стать миллионером. Примеры написания хвалебных статей на каждом билборде. Пара ярко-сочных фраз от себя, и ты потенциальный призер. Не повезет в этот раз, повезет в другой. Имиджевых компаний и примитивных лотерей от партии «Нуратан» всегда в достатке.